Согласно новому постановлению Совета Министров ДНР, которая вступила в силу в июле текущего года, для того, чтобы организовать бесплатное питание детей в учебных учреждениях, теперь нужно обязательно пройти через процедуру тендера. На традиционной пресс-конференции исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко сообщил, как Харцисским школам удалось приспособиться к новым условиям хозяйствования. Из-за июльского нововведения ученикам некоторых школ Большого Харциска около недели в школьных столовых могли предложить только платные обеды и буфетную продукцию. Однако пройти процедуру тендера городскому управлению образования удалось без дополнительных задержек. Александр Левченко сообщил, что начиная с прошлой пятницы, питание детей в школах снова оплачивает государство. То есть ученики первых четвертых классов и старшеклассники льготных категорий, как и прежде продолжают получать порцию горячего обеда в столовой бесплатно. Немало хлопот городским властям доставил еще один тендер. На этот раз дело касается ремонта городских дорог. Вот уже два месяца, как все дорожные работы в Харциске приостановлены, идет процесс подготовки документов на конкурс. Был проведен первый тендер по дорогам. Тендер отменен, признан недействительным, поскольку участники подали документы, не соответствующие действующему законодательству о проведении конкурсных процедур. По словам Александра Левченко, через 10 дней, если все документы наконец-то будут оформлены правильно, станут известны результаты нового конкурса и будет определен исполнитель работ. Обидно, просто обидно. Надежд было очень много, и мы бы эти работы выполнили, Харцис бы преобразился, но так получилось. Учтем ошибки, наверстаем упущенное время, постараемся максимум из того, что можно сделать. Но вот так сложились обстоятельства, что мы не можем начать работы по ремонту дорог, ввиду тех обстоятельств, которые я уже прессовал. Городоначальник не теряет надежды на то, что запланированные на 2016 год дорожные работы в Харциске успеют выполнить до начала осенних дождей и заморозков.